Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся Опытом Взаимно. Сегодня 2 июня и меня попросил сын поторговать за него в магазине. Вот такой магазин автомота, запчасти. Ну и я, конечно, соответственно, вынесла сюда немножко цветов возле магазина, поставила на столики и решила остатки продать. Вы знаете, еще ни один человек даже не пришел и не посмотрел. Короче, уже ничего почти не берут. Да не почти, а не берут. И я думаю, что рассада, конечно, останется. У меня даже вот в таких есть горшочках. Это я посадила. Думаю, ну, может, кто-то в подарок будет брать гацания. Вот тоже. И вот в таких вот в литровых горшочках. Они, конечно, вот уже выпускают такие бутончики. Вот бутончик. Выпускают бутончики. Скоро зацветут. Держать в таких пол-литровых стаканчиках было уже дальше некуда. И поэтому пришлось перевалить в большие объемы в горшочке. Ну, в литровые. Вот здесь даже, наверное, полтора литра. Эх, и пока не берут ни такие, ни сякие. Вот такие дела. Потом покажу, постою еще немножко. Потом приедет сын, меня заменит. И я опять вам покажу, все-таки продала я что-нибудь или нет. Сменил мне сын в два часа дня. И до двух часов дня ни одного, никто цветочка не купил. Все я их привезла домой. Опять расставила. И вот такие дела. Думаю, наверное, моя торговля кончилась. Так как уже ничего никто не покупает. Вот, ну, еще все-таки я подожду. Подожду числа, может быть, до 10 июня. И тогда я, конечно, уже себе подсажу вот так вот по краю в теплице, вот в такие места. Я насажу лобели вот в такие места. И буду, конечно, любоваться. Прикупила я еще вот таких два горшка. Ну, вот таких вот примерно два горшка. Кашполи сказать. Вчера. И вот думаю, может, даже газанию, а может, лобелию. Насажу еще в таких два горшка. В общем, буду сажать. Куда теперь деваться? Мне жалко. Жалко такие цветочки просто взять, выбросить. И даже просто так отдать. Я уже старая, чтобы возиться, возиться и потом. А вот это вот у меня, представляете? Это у меня резервный материал. Вот в таком маленьком горшочке. Вот в таком горшочке такая красотка. Вот в таком горшочке тоже красотка. Вот здесь распускается. Вот там маленький горшочек. В общем-то, 8 у меня горшочек. Вот такая красавица. Ну, и такая уже встречалась. Что-то вот маленько подхлорозило. Я побрызгала. Еще сегодня побрызгаю маленько. Вот такие дела. Вот такие дела. И вот этот резервный материал, я думаю... Я всегда среди зимы просто мечтала иметь резервный материал. И чтобы какая-то петунья заболела. Или как бы плохо уже некрасиво цветет. Бывает, вот такая вот опера тогда распалась. И вот эта сурфения вот так красиво цветет, цветет. Потом как бы распадется. И мне не нравится. Я ее состригала. Когда это она обрастет? Она, конечно, обросла. И очень-очень красиво цвела. Но мне это не устраивает ждать. Я думаю, что я возьму и подсажу из резервной петуньи в горшок. И опять повешаю. И у меня будет опять красиво цвести. Опять будет красиво цвести. А вот это моя вербена кварц. Вот я прям отдельно посадила. Может быть семена возьму. Она такая красивая и дорогая. И дорогая. Вот опять начинаю обзор делать. Вот не хотела обзор никакой делать. А теперь показываю. Вот знаете, вот я обрезала. Обрезала всю лайм-петунью-сосистику. Ну вот она начинает помаленечку. Вот видите, вот здесь вот. Она начинает помаленьку отрастать. Что такое? Завяла-завяла. Пыжилась-пыжилась. Ничего с нее не стало. Землю поменяла. Обрезала кардинально. Все до самого основания. И по-моему она дает росточки. Ну вот такие вот мои дела. Вот такая вот моя торговля. Ну в общем-то, торговля, я думаю, прошла сезон этот не очень и плохо. Рассаду у меня брали хорошо. Я только один день на рынке постояла с капустой. Все время дома была, занималась какой-то работой. А ко мне приходили, я бросала работу и торговала. И в общем-то я всегда была в работе. Не отвлекалась на рынок. И вот так вот я продала всю рассаду из дома. И мою рассаду брали неплохо. Ну, я говорю же, у меня не такие уж большие объемы. А как бы сказать, финансово примерно так же на уровне прошлого года. А где же будет там больше или меньше? В общем-то у меня территория-то одна. Одна теплица, одни и те же рассадники. Примерно одна и та же цена была. Стоимость на рассаду. И в общем-то и одни и те же я деньги выручила. Вот такие дела. До свидания. С вами была Наталья Гелезудинова. Очень хотелось еще с вами повстречаться. И вот я такой ролик никчемный, ни к чему не обязывающий, ничем не поучающий сняла. Ну, просто так захотелось мне с вами пообщаться. До свидания еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok